История, скажем так, началась, когда я пришел в компанию, и у них инфраструктура была организована, скажем так, очень по-древнему, и все работало не совсем понятно как, там программа древняя была, в которой клиентская база велась, и нужна была большая модернизация, и часть из этого это было внедрение как раз IP-телефонии, потому что сотрудники пользовались обычными сотовыми телефонами, нигде учета никакого не велось, ну и в общем руководство поставило задачу, что нужно посадить пользователя, чтобы у него стоял терминал, никаких устройств у него там в виде телефонов быть не должно, просто гарнитура, и все должно работать, то есть вся рабочая база должна быть так удаленна. Вот, когда я пришел, примерно была вот такая инфраструктура, то есть в каждом филиале была своя такая вот изолированная сеть, вот, в этой сети были, на тот момент уже были тонкие клиенты, они были собраны на SimStation, вот, у каждого был свой мобильный телефон, вот, сотрудник приходил, и как бы подключался, как бы, ну и звонил. Один из серверов в одном филиале был выбран как типа VPN-сервер, вот, он соединял все остальные, вот, не было никакой централизации, вот, в общем, работы как бы предстояло довольно немало. Вот, ну и вот, в общем-то, какие задачи ставились, то есть нужно было организовать стабильную работу в какой-то программе, которая ведет учет, вот, затем нужно централизованно вести учет звонков, вот, и, соответственно, избавиться от телефонных аппаратов, вот. Ну и организовать работу сотрудников независимо от его рабочего места, то есть он должен прийти и сесть вообще за любое рабочее место, даже в другой город, у нас несколько филиалов в разных городах, даже в другом городе он должен приехать там в командировку, сесть и вот у него свое рабочее место. Вот, 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 такую, получается, инфраструктуру мы запланировали, то есть для реализации этого кейса там закупили сервера нормальные, потому что их не было от слова совсем, вот, разместили их в дата-центре на колокейшн, потому что нужен был хороший интернет-канал, высокая доступность, вот, там несколько серверов был, один выделили под 1С, один выделили под виртуалки, там крутились, ну, резервные копии и все остальное, вот, в общем, в дата-центре мы развернули терминальный сервер, АТС, контроллер домена, вот, всю вот эту инфраструктуру, объединили все это в ВПН, для, получается, так, по порядку, да, вот, для организации, получается, работы где-то в одном месте всех сотрудников мы использовали 1С предприятия. На тот момент просто это было, ну, таким самым оптимальным решением, вот, подходящей конфигурации не было, но наняли 1С программистов, они ее внедрили, написали, точнее, конфигурацию, подняли терминальный сервер, пустили туда уже пользователей, ну, в 1С по РДП, потом перетащили все данные старые, которые были в, ну, в 1С, вот, все, у нас работа пошла уже там. После этого поднялся, собственно, вопрос с IP-телефонии, для этого мы, ну, мне 1С программисты подсказали, что они использовали решение МИКО, и оно их, в принципе, устроило, мы решили попробовать, и оно и нас устроило, то есть панель телефонии есть у МИКО, ее интегрировали в 1С, она, ну, через нее стало нормально звонить, но на тот момент мы использовали, как я уже говорил, Synstation, и у нас не было на месте никаких софтфонов, то есть мы просто звук пытались гонять внутри РДП, это, это как бы привело к большим проблемам, и самое главное из них, мы сильно забили интернет-канал, то есть на каждого пользователя выходило где-то по району, там, 5-6 мегабит в секунду, это на одну сессию, а при наличии хотя бы даже там 5-6 пользователей в офисе и каналов 10 мегабит, мы уже не укладывались, вот, и нужно, ну, было понятно, что нужно именно голос гонять, как это делают все нормально, то есть по СИПу, а РДП, а он РДП, вот, и наткнулись мы на операционную систему для тонких клиентов в этой варе, вот, она как бы поставляется из коробки, уже, ну, как терминальный клиент, там есть серверная часть, и вот в клиентской части есть встроен линфон, и он как бы отдельным оверлеем запускается, и мы можем уже подключить гарнитуру к компьютеру, без диска в машине, загрузить операционную систему по сети, и уже у нас появилось вот такое вот маленькое решение, где нету телефона, он в виде софтфона, и звук мы уже гоним отдельно, и канал у нас уже не забит, вот, так, да, я про это рассказал, вот, одной из проблем было с линфоном, как нам получить настройки, потому что мы должны при запуске его запустить, ну, подключиться, чтобы он подключился к АТС уже с какой-то учетной записью, вот, и мы эти настройки могли передать изначально только вот в инфигурационном файле, когда он запускается, но разработчики в этого вариа, они оставили, получается, скажем так, через веб-интерфейс клиента форму, где можно для линфона передать консольную команду, вот, и мы, в общем-то, команду эту курлом передавали, но в этой команде нужно было нам узнать первоначально, какой у нас IP-адрес на клиенте, вот, какой номер телефона у сотрудника, который зарегистрировал, ну, то есть, выполнил вход в терминальную сессию, и, соответственно, после этого уже передать этот запрос, вот, ну, такой вот маленький скриптик написал, он, получается, что делает, то есть, две маленькие базы, это клиентнейм и юзерфон, вот, клиентнейм, она выглядит как вот такой вот маленький ксв-файл, вот, где, получается, имя пользователя, номер телефона и пароль, и база сопоставления, получается, мака и IP, вот тоже в виде файла. На клиенте из переменных окружений мы могли узнать, ну, клиентнейм, то есть, хостнейм терминала, который сейчас подключен, а в этого изначально в настройках можно установить хостнейм как какую-то комбинацию символов плюс Mac компьютера, так как IP-адресы все зарезервированы на DHCP сервере, то, получается, мы можем вот из хостнейма взять MAC-адрес, сопоставить его с IP и уже знаем, какую переменную нам подставить вот в обращение, ну, куда нам обращаться нужно. Вот. Примерно так же и с именем пользователя. То есть, мы из переменных окружений также берем имя пользователя, сопоставляем его вот в нашей маленькой базе, берем номер телефона, пароль, в общем-то, подставляем и регистрируемся. Я вынес просто маленький, ну, вынес ярлык на рабочий стол у сотрудников, которые пользуются телефонией у нас в компании, и он как бы приходит на работу, просто включает компьютер, вводит свой логин, пароль, ну, кликает по ярлыку, и у него софтфон настроен. В общем-то, примерно вот так. То есть, ну, вот, все. Ну, и, в общем-то, вот итоги. То есть, мы задачи, которые ставились, в принципе, решили. Закончил я внедрение буквально недавно, и вот, может, чуть-чуть не очень хорошо подготовился к докладу. В общем-то, все. Такой небольшой кейс, о котором хотел рассказать. Спасибо за доклад. У меня, собственно, осталось некоторое недопонимание. А каким образом вы смогли сократить загрузку канала, да? Потому что, ну, RDP, да, много жрет. В это варе имеет, собственно, протокол, и именно за счет этого вы смогли сократить загрузку канала? Нет, нет. В это варе – это операционная система для тонких клиентов. То есть, как там происходит загрузка. У нас каждый филиал, там есть DHCP-сервер. Когда клиент загружается, ему передается опция, ну, в DHCP-параметрах передается опция на сервер. Куда ему обращаться за, собственно, загрузчиком сетевым? Он идет на сервер в это варе, который в дата-центре находится. Ему отдается Pixi-файл, то есть начальный загрузчик. Он весит совсем немного и отдается по TFTP. Я знаю, TFTP – не самый надежный протокол, и гонять на дальнее расстояние, в общем, не очень удобно. Но Pixi-файл там несколько сотен килобайт весит, а если это UEFI, то порядка 5 мегабайт. После этого начальный загрузчик загружается, и по HTTP-протоколу он грузит всю остальную операционку к себе. Вопрос, наверное, был все-таки не в этом. Если я правильно понял, то… Как уменьшили загрузку канала? Да, то есть был RDP, он жрал там 5 мегабит, да? Потому что внутри него гоняли звук. Ну, голос, он немного добавляет к RDP-сессии. Нет, да, там кодек другой, и он реально добавляет очень много. Я перепробовал это и на RDP, который макрософтовский, и на FreeRDP, и на Remini, который, в общем-то, на FreeRDP базируется. И маковский забыл, ой, не помню точно название. Ну, там встроены, на самом деле, в маке. Для параллел с которой, вот. И все они одинаково гонят, ну, в районе, так, 4,5-5-6 мегабайт. То есть они… Внутри RDP звук они гонят так. То есть он прямо вот разворачивается в такие жуткие мегабайты? Да, да, да. Причем я сначала тоже думал, ну, как так, что там такое звук? Он же как бы сжимается, вот. Но нет, он в RDP не сжимается, и контролировать его никак не получится. Да, тут похоже, что он как-то, да, там, дополняется. И второй вопрос. Я не очень понял, как обеспечена мобильность сотрудников, если в каждом филиале вот человек загружает вот эту ЦСВ-шку, да, на свою тонкую рабочую станцию. А что происходит, если он переезжает в другой филиал, приезжает? Откуда вот там он берется? Он приезжает в другой филиал, садится за компьютер, загружается все та же в отваре. Он подключается к RDP-сессии, запускает скрипт, и сессия видит, что вот у него сейчас такой API-шник, куда надо отправить, ну, где форму надо заполнить, что у него есть такой вот номер и вот такой пароль, и, собственно, все. То есть эти вот файлы, они не локальные, что ли, вот эти вот? Нет, там локально нет, там даже жестких дисков нет на тонких вентах-то. Ну, бывает маленький, да, что там… А, нет, нет, мы совсем не используем. То есть идея была полностью, что, допустим, рабочее место там в какой-то причине вышло из строя, мы берем другое рабочее место, вообще не суть важная, просто ставим, там не диск, ничего, то есть процессор, оперативка, материнская плата и все, вперед. Поним, спасибо. Спасибо. Уточняю еще вопрос, а вот эти CSV-файлы, я так понимаю, в них хранятся сип-логины и сип-пароли? Ну, вообще да, да, я знаю, да, я так и знал, как бы, что задают вопрос. Насчет безопасности, да, я согласен. Но хранить где-то пока не совсем понимаю, как. Даже если мы будем, ну, буду я использовать какую-то, не знаю, базу данных, мне все равно придется хранить пароль для подключения к этой базе данных. Вот. То есть учетные данные, они, да, они хранятся. И тут вот в безопасности, да, я согласен. Ну, на самом деле, если вы будете хранить их в базе данных, да, то вы будете хранить и пароль от базы данных, и все равно данные в открытом формате, потому что иначе сип-дайджест просто не пройдет. А почему не стали использовать настройку линфона? Ну, он же умеет скачивать конфигурацию по HTTP, HTTPS. Да, он умеет, но только в тот момент, когда он загружается. Вот пользователь загружает, тонкий клиент, в этот момент конфигурационный файл подтягивается. Он скачивается, то есть там лежит обычный конфиг текстовый, он скачивается. Да, я там могу указать логин и пароль, но я не знаю, какой сотрудник потом сядет за это место, за это рабочее место. То есть там сессия, она не завершается, она постоянно крутится. Ну да, конечно. Ну, в смысле, вот этого тонкого клиента, но оно как и обычная операционная система, только она загружается не локально, а из сети, и все. И то есть она, когда загрузилась, она находится в режиме read-only, то есть ничего там не происходит. Там клиент для подключения к RDP, и вот линфон. Линфон как программу мы можем сконфигурировать, то есть онлайн, и при следующей перезагрузке там не будет никаких данных. Это вообще идея тонких клиентов. А много, кстати, кто из вас использует VTV? Можете руки поднять? Так. Что так мало-то? А, вы же телефонисты, ладно, хорошо. Это могло бы быть хоть каким-то оправданием. Это, кстати, очень классный продукт, это российская разработка. Он стоит каких-то денег, но он стоит настолько символических денег, там вплоть до 200 рублей за лицензию. Если покупать много. Бессрочные лицензии с обновлениями всеми, и это просто безумно удобный, надежный, вообще офигенный продукт, когда вы хотите всю организацию перевести на тонкие клиенты. Я много чего перепробовал, и очень таких энтерпрайзных дорогих решений, и все. И после VTV все остальное кажется каким-то неудобным, несуразным, не знаю. Поэтому российская разработка стоит просто символические деньги. А у нас даже на площадке есть два VTV, не поверите, и не догадаетесь, для чего они у нас используются. Попробуйте, кто-нибудь сможет, кроме тех, кто знает. Я могу предположить, что для инженеров, которые обслуживают твой 20-центр. Нет, они для задач конференции, вот здесь вот, сейчас они прямо для конфы. Не догадаетесь. А я, наверное, знаю. Ну-ка. Через VLC трансляцию? Нет. Нет, нет, нет. Короче, ладно, вы не отгадаете. Смотрите, VTV может работать даже как сервер печати. То есть у нас какие-то стоят две очень простенькие коробочки. Одна коробочка стоит на ресепшене, и когда у вас просканировали штрих-код, чтобы этикетки прилетали. Да, в другом месте вылезла бирка совершенно в другом месте, потому что по-другому это не сделать кабель USB-шный бросать. А на втором этаже у нас печатаются документы и сертификаты, причем девочка из другого города, потому что здесь мы все бегаем, из другого города она по VPN подключена сюда и печатает оттуда. То есть за полторы тысячи километров документ после вашего запроса вылезает отсюда из принтера, тоже с помощью VTV. Вот, ну и не только, еще с золотыми ручками романа. Вот, да, поэтому я большой фанат VTV, большой фанат Meco.pbx, и когда увидел такой вот доклад, я подумал, блин, класс, да. Вопрос. Меня немножко опередили с вопросом про безопасность хранения сим-паролей в CSV-файле. Был такое еще маленькое-маленькое дополнение к этому вопросу по другой теме. Вы говорите, что у вас юзер сам кликает ярлычок, и скриптик его пинает в этот софтфон. Почему в лагон скрипт не завести это дело? Я пробовал, если честно, что-то я не нашел решения. Я говорю, что я буквально где-то неделю-две назад закончил внедрять решение. Я не нашел решения, как на 2012 R2 сервере разрешить выполнение скриптов PowerShell при запуске. Наверное, оно есть, оно стопудово есть, просто я не нашел. Я сейчас из головы не вспомню, как называется, оно есть. Да, там что-то, по-моему, в групповых политиках. В выполнении, да, да. Там в групповых политиках что-то нужно поправлять. Давайте следующий вопрос. Не думали насчет шифрования как раз вот CSV-файла? Чтобы он как-то прилетал в зашифрованном виде, был какой-то ключик, которым... Ну, если он будет запускаться автоматически, то можно вообще его убрать куда-то, где пользователь его никогда и не найдет. То есть или зашифровать даже так же. Вот, то есть или пароли там зашифровать, не знаю, через какой-нибудь там... Да, не важно. Проще весь файл, наверное, шифронуть. Да, хоть весь. Ну, уже опередили все. Да. Здравствуйте, спасибо за доклад. Животрепещущая тема с тонкими клиентами. Мы используем KingStation. Еще есть кастомный какой-то слитес. Соответственно, его человек собрал и ушел от нас. Ну, вообще ушел. И просто теперь никто не разберется на такт немного черного. Вопрос такой. У TeamStation проблема с определением разрешения монитора. Как вы с этим... В ТВаре есть эта проблема? Это первый вопрос. И можно ли на базе вашего, так сказать, решения сделать полевое рабочее место? Тонкий клиент просто приехали, воткнули, и он у нас заработал. Подключился там. Ну, это так, из области фантастики. Можно ли сделать на базе него полевое рабочее место? Второй вопрос. Полевое решение. Первое. Разрешение. А, да, разрешение. По поводу разрешений. Там в документации к ТВаре как бы четко написано, что... Есть ли динамическое разрешение? Чтобы сам определял при загрузке. Динамического. Динамического. Но оно есть. То есть он при загрузке, когда запускается, он говорит, что там можно, типа, файл установщика запустить. Он... Еще. У Ремины, кстати, сейчас есть прикольная фишка. На 2012 она работает. Динамическое разрешение прям вот... Да, да, я знаю. Она работает, она хорошо. Здесь получается разрешение. Нужно изначально указать в конфиг файле. Но он может сам определить, какое разрешение, но установить его не может. И тут, наверное, вопрос к разработчикам. Просто есть проблема с зоопарком мониторов, соответственно. Но их много, они разные. И люди просто, ну, когда видите такую картинку, они такие, ой, что это такое? А полевое решение сделать можно. На самом деле ее грузить не обязательно по сети. Ее можно закинуть на флешку и загрузить с флешки. Вот. И она как бы точно так же работает. Вот. Там есть VPN-клиент встроенный. Можно указать конфигурацию, куда ему ходить. Он, в общем-то, запустится, подключится. И с этим проблем нет. Все. Хорошо, спасибо. Все, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Наверное, скажу по поводу автоподстройки разрешения. Да, есть. Но главное, чтобы сначала был включен монитор, а потом уже тонкий клиент. Потому что когда он меняет, ну, то есть сначала тонкий клиент стартует, монитора пока не видит, поэтому подстраивает непонятное разрешение. А так, если, говорит, будет включение такое, то будет все хорошо. А какой параметр тогда в значении вот видео равно, что там нужно написать тогда? Какое? Там же указывается и драйвер, и конкретное разрешение. Там закаменчено все. И если оно будет, ну, закаменчено, то есть он подстроит сам. Если нужно руками, то руками. Ну да, он там подстроит, но не всегда правильное, не всегда точно, которое нужно. Это бывает проблема с переходниками, вот эти вот VGHDMI, либо монитор первый, ну, то есть сначала монитор стартует, потом тонкий клиент. Когда последователь сменяется, тогда он начнет косячить. Вопрос каверзный по поводу Synstation. Synstation. Да, вы, вот я так понимаю, имели некий опыт, а почему не докрутили SIP клиент на Synstation? Что еще раскрутилось? Ну, вы, получается, столкнулись сначала с Synstation и ковыряли именно ее. Да. А почему на именно Synstation вы не настроили SIP клиент? Ну, по идее, это шли, но можно было докрутить. Но мы изначально на нем именно и настроили, но, как я говорил, проблема возникла с забиванием канала. Мы потому что звук гоним в RDP, вот. Вот, а запустить где-то отдельным оверлеем там линфон я так и не смог. Вот я его сколько пересобирал, так у меня не получилось. Там либо можно запустить, ну, какую-нибудь DE-шку мелкую, которая там уже есть, LXDE, по-моему, и уже после этого запускать отдельно RDP, отдельно линфон, и настройки можно подтянуть, или линфон там список аккаунтов забить. Вот, это можно, но тогда у нас получается проблема. Мы как бы работаем в терминальной сессии, вот, нам приходит звонок. Мы ее сворачиваем, идем в телефон, отвечаем, возвращаемся туда. А при вызове из панели телефонии, то есть мы тыкаем кнопку позвонить, у нас сначала звонит наш телефон, мы трубку сейчас снимаем, и у нас вызов выходит абонент другому туда. то есть вызов происходит, ну, это неудобно, неудобно. Ну, и ничего лучше, как бы вот, что именно гонять звук внутри RDP, тогда в голову не пришло. Но что-то сжать его так и не получилось. Спасибо. Какой вопрос был самым лучшим? Самый лучший, это вот был первый про сжимание интернет-канала, типа, в чем мы сжали или не сжали. Скажем, спасибо Александру, мне кажется, доклад получился классный.